всем привет сегодня поделюсь своим опытом и расскажу вам как заменить охлаждающую жидкость в радиаторе и так для начала нам необходимо снять вот эту вот защиту видео у меня есть на канале смотрите там дальше вам необходимо найти сливную пробку на радиаторе моей комплектации сливной пробки нету но не беда я сейчас расскажу вам как необходимо делать с нижней части радиатора идет вот этот вот шланг смотрите вот здесь железное кольцо а вот здесь выше расположен хомут вот этот хомут его необходимо разжать и потянуть шланг на себя то есть высунув вот этот вот шланг вы сольете не весь антифриз с радиатора а также с блока двигателя то есть это частичная замена антифриза чтобы произвести полную замену антифриза вам необходимо сделать вакуумирование я вакуумирование не произвожу сейчас рассказывал вам про частичную замену антифриза и так давайте посмотрим вот этот вот старый антифриз который я слил вот это его состояние то есть вот такой вот антифриз цвет вот этот ведре это плохой некачественный антифриз почему так получилось достаточно сложно купить хороший качественный антифриз его достаточно мало в продаже теперь я вам скажу как я менял антифриз методом частичная замена я слил встали антифриз залив деfall из онную воду прогрел двигатель слил и слил воду залив думаю лю棋 зоны воду прогрел двигатель и слил залил новый антифриз прогрел двигатель слил залил новый антифриз и добавил по уровню снова новый антифриз теперь я вам покажу что бывает с двигателем когда вы используете некачественный антифриз и обламываться штуцер тройника узкий потом штуцер бачка далее здесь находится вторая помпа за двигателем вот в этом районе она выходит из строя ее клинит далее здесь находится основная помпа на двигателе образуются красные камни далее у меня потек корпус термостата сборе далее приемная труба и обломались штуцера на приемной трубе сейчас у меня в машине к сожалению залит плохой антифриз цвета ему покажу цвет его он красный на минимуме доливать я его не буду и заливать в эту машину в другие марки машин я никому не рекомендую так как вы столкнетесь с тем что вам необходимым будет заменить это 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 единственное что я не менял в этой машине это радиатор аналогично антифриз но только концентрат я делал замену в эту машину но когда один из роликов вышел из строя потом по цепочке мне пришлось поменять помпу основную весь новый антифриз пришлось вылить слить я взял красный антифриз который у меня сейчас залит я его заливал постоянно когда у меня что-то ломалось я менял вот так вот по кругу то есть после замены красного антифриза я столкнулся с той проблемой что у меня начала система охлаждения выходить вся из строя то есть это покупал там покупал там 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 и вот так все по кругу проблема в том что этот антифриз достаточно сложно купить и он в очень малых количествах продается он не популярен о нем никто не знает также его цена если вам это видео было полезно ставьте палец вверх подписывайтесь на канал всем пока